Добро пожаловать, пальчишки и девчонки! С вами ваша магическая девочка-волшебница на Вармору! Возвращаемся в Ворота Балдура, часть третья, где мы сейчас пойдем искать дракона, потому что ночью бы нет. Нам тут книжечку волшебную дали под названием Врата Сурана и как призывать дракона в домашних условиях. Легенда об Абсуре. Читаем внимательно. Великий Герос на волна же блестающий город. Эвуй. Балдуран. О, так их не вдали здесь прежде. Ансур был драконом, он был Балдурану как брат. Наш тайный спаситель, извечная наша надежда. Упрятан на век лабиринтах под древней тюрьмой. Змейная скаль заключена в глубокой пещере. Не может защитник провиться обратно домой. Ни людям, ни дьяволам путь подаенный не верен. Примечание. Вход находится в тюрьме на Змейной скале. Мы там были. Но молний блеск, но герой искрящийся путь зажжет путеводный огонь, не колебляетсь ничуть. И змеи глаза полыхнут. И отступит жуть. Примечание. Блеск молний. Путеводный огонь. Можно использовать навыки молнии. Не счесть испытаний они не под силу тому, кто бродит по свету от скуки и ради поживы. Лишь самый достойный герой победит эту тьму. И в город вернет сердце врат. И врата будут живы. То есть только великий герой может пройти испытания и проводить ансура. Но мы-то и сами своего рода герой велики. Ну, это Сосарион. Ты, конечно, жутко извиняюсь, но вот... Молоточек, пожалуйста, и клиночек. Сдай на время черневом. Вот не хотел я его убрать. Вот, честно, не хотел. Но сюжетно придется. А Сосариончик, побыть в лагере отдохнем. Ты каша, высший вампир, но... Дракон дел такое. А черневый рогатый рогатый черневый. Если что, мы-то молоток даем временно. С возвратом. Дьяволица не отдалась. О, у нас благовония даже здесь были. Так, потрясающая легенда. Что ты об этом думаешь? Это не легенда, это история. У Змейной Скали есть в лугой пещере. Речь идет о тюрьме на Змейной Скале. Там мы найдем Змейный Путь. Блеск молнии за счет божеводи на огонь. Чтобы открыть путь, нужно, может быть, искрой пожечь факел. Ансур был за зьюника Балдурана. Глупо было бы позволить бы почевать, когда троица мертвых собирается уничтожить город. А там не троица, там даже не двоица, там как бы одница. Пошли со мной. Ну, справа мы отдохнем. Подлечимся. Ёх ты ж, мать, увы, лощи и уровни не качаны. Ща в прямом эфире сделаем некрасивое. В смысле он колду? Когда это такое было? Заклинуется, что у тебя есть веселый огненный щит. Большая бабаха. Трешка на четверг еще есть. Дверь пространстве. Увядание, увядание круче. Зранние эвакации. Мучительный взрыв. Отбрасывающий разряд. Воу, разряд-то хорошо. Молнии нам нужны. Восьмой ловел. Давно уж мы чернявого с собой не брали там. Заклинуется, что мы можем еще изучить. Давай огненную стену. Кстати, а ты, чувак, че, колдун, который нифига не колдун? Тебе нужно заклинание отдельно персонально выставлять, что ли? Ой-ой-ой. Изгнание, контрзаклинание, ужас. Дай бабаху большую. Так, черта. Улучшение характеристики. Ловкость, заровняем интеллект. Я не знаю, нужен тебе, не нужен, тоже заровняем. Припроверг сойдет. Заклинание, все что мы можем сделать. Огромная бабаха. Посторонние эвакации. Дорман разума, скульптор, противо ужасающее слово, которое дает нам еще замешательство. Ну и хорошо. Совсем непонятная система, поэтому действовать будем убого-преубого. А еще дадим ему меч. Фокус, что у нас есть? Дружба-это магия. Не, лучше холл пробирающий до костей. Дружба-это магия-то у всех есть. Из-за очень неправильного раскача... О, мистический аркан у него есть. Круг смерти. Да-да-да, деточка, да. А это самое оно. Здравствуй, максимальный двенадцатый. Заклинание, что нам выбрано? А-а-а. У тебя всего одно заклинание есть. Ой, ты убогий, Уэл. Я даже не знаю. Вот давай вот эту бабаху. А приспешник Хаоса пьющую жизнь. Пьющую жизнь, это хорошо. Улучшение характеристики. Можем тебе вбахнуть. Ну, колдун ты или не колдун. Смотрите, по звездочке харизмы уйдет. Мы уговорим дракона пойти с нами. Девятнадцать, конечно, не считается, но все равно никуда. Итак, сна нужна в тюрьму на драконе с коленом. Нам нужно поспать первым. Наверняемся к той точке, где вы были. И попробуем все-таки молнию где-нибудь найти. Амш, калим, молнию при меня. Вот у нас и шоковое прикосновение. Факел... Вот эти похожи на голову дракона. Один из них да сработают. Это ящики заклинания, тратить такую. Один не сработал и... Хотя устал синим. Погодите, как он стал синим. И что-то нам дало... Да, это что-то далость, и она открылась. Ну, надо же. Тогда все глубже в кровищую нору. Все страннейшее, и страннейшее, и страннейшее. Хотя у них столько неущённых площадей, что прям даже не знаю. Как у них жик-то платёжки за отопление начисляют? Тут же недоплата жутчайшая. И мы спустились в глубже. О, это Змейный путь. И разные фрески. Наверное, стоит почитать. Это Балдуран и Бронзовый Дракон. Думаю, приключение. Балдуран и Курал, это союзник, любуется планами своих трудов. То есть, самим городом. Балдуран, уплывая, оставляет дракона охранить город. Меня интересует мотивация... О, статуя Балдурана. Меня интересует мотивация дракона. Его заточили в подземелье, искали... Дипа-дау? Статуя похожа на Балдурана. Знаменитого искателя приключения. Основывавшего город злота Балдура. Течёт по воздуху беда. На землю горы пали. Земля дрожит, дрожит вода. И слуги мрака и войны, как жертвы крови с глубины, стекаются сюда. Глубокин снова слул дракон. Он ждёт, когда герой придёт сюда и станет он. Но город вуз погружён. Коль ужас ты несёшь, уйди. Коль ты герой, вперёд, уйди. И отвечай, достоин ли ты. Чё шлифмованное? Нет дракона. И нет спасителя. А, шо ж ты за магия такая на статуе? Ты не ощущаешь, что внутри статую ни жизни, ни духа. На ней лежит могучее заклинание сродни волшебному рту, что она может произносить записанное сообщение и ничего больше. А я достойный дань пройти. Услышь меня, древний Ансу. Герой назван. Испытание начинается. Да прозвучит твой приговор. Ой, слово приговор мне вообще не нравится. Прям совсем. Древнейшее место, которому я так понимаю, что не знали. А двойные железные двери нам-то удобрим, да? Отвага прозрели устранирования справедливость. Покажи, чего стоишь, сердцу врат, только тогда сможешь пройти. Пройди мои испытания. Ммм, богатки. Том, в чем Невер, лучше всего. Настоящий директор понимает, что другая справедливость устраняет тех, кто не доверил восторжествовать. Восстанови равновесие. Справедливость. Никого прощения без раскаяния. Никого наказания без милосердия. Истинный путь пролегает между крайностями. Благодарю за мудрые слова, Уилла. Если бы еще что-то понятно было. Мудрые, но не мои. Это мой отец учил меня. Есть у меня ощущение. Такое, знаете, стремное. Мы могли Уилла с собой не брать. Индукция. Рыжеволосый мужчина тихо беседует с темно-волосой женщиной. На женщине плащ с невоятными символами, которых всего девять. Хорошо. Ой, там какая-то надпись на древнечувашском. Кража. Рыжеволосый мужчина в зале чудес. Он пытается украсть нечто, похожее на бесценный артефакт. Это астролябия пленения. Она способна удержать себе хоть десяток джинов, а может и больше. Видать, не срослой, да? Ой, веридиновый кристальчик. Его, наверное, уже когда-то вставить будет. Мужчина вяжет по городской улице, а следом гонится огненный кулак. Женщина, плащаясь с полосами цвета вороного крыла, наблюдает за ним с дверцатного расстояния. Прям комикс здесь сей части. Суд, суровый судья с набитыми золотом, карманами, отправляет рыжеволосого мужчину на виселицу. Не подруга на земле лежит красное яблоко. И нам нужно с судьей поговорить. Затемненный приговор, ожидающий права о суде. И три закрытых картина. Ну, давайте перетрем с судьей. Фиг, походите. А что на картинах? Теми, имеешься, я должен от них избавиться. Судья? Прочь, прочь. Узри, какую историю рассказать картины. Мой приговор вынесен, ворозу служил наказание. Вставить предмет. Лучше не может быть верединовый кристалличек, нет? Это было бы слишком... Слишком просто. Хотя, если это яблоко, то черт его знает, где оно находится. У нас такого не завезли. А метаться за яблоком отдельно было бы не круто. Так, оникс, моникс. Сортировка. Да, конечно же, нет. Мне говорили, что есть. А, кстати, да, во. Если персоналити. Если по отдельности, то есть сортировка. Шапаха, дитя, где кристалл? Мы же вот копали. Сапфир? М-м-м, может учить, что валяется. У-у-у, тут еще вот есть. Во-о-о-о, мы картин пропустили. Ружеволосый мужчина в низко-нагим-то на лицо кубишоня подэт яблоко, улыбающимся ворованцу. Несколько других детей стоят позади и тянут к нему руки. Яблоко. На картине запрошен ружеволосый мужчина, который ворует блестящее яблоко с телеги на рынке. М-м-м, еще раз. Там была не рассказана одна фраза. С телеги на рынке. А не проще ли судье денег набросить? Ну так, на минуточку, потому что яблоки здесь вообще не вижу. А где их искать, тоже такая себе альтернатива. Или если подумать, может просто убьем судью? Вроде бы у Shadowheart или у Уилла было что-то такое, изгнание всякой дрени. А нет. Shadowheart. А может с него можно снять проклятие, а он исчезнет? Да, ты смотри. Как это было на Изи. Смотрим. Повешение. Изображен рыжий мужчина на виселице, а толпа глядит на него. В толпе виден ребенок на щеке замечены следы слез. Свобода. Мужчина идет по улице ворота Балдура в развивающемся плаще. Из-под капюшона видна луковая улыбка, в руке блесит золото. Вор выходит на свободу. Разве это справедливо? И вот здесь вот. Строгий чревный охранник приносит в камеру еду, в камеру вора. Мужчина стал сидеть 10 дней, судя по настрапану на стене, по заднего отметкам. Слушай, а может нам картину нужно вложить туда? Мне вот это нравится больше всего. Ожидающий правосудия. Это будет по-честному. Он украл, он получил свое заслуженное наказание. Но его не убили. Потому что из-за яблока это будет слишком жестоко. Так, наказание должно быть соразмерно преступлению. Нечестивый судья изгнан. Да, сработало, смотри-ка. С одним испытанием мы справились, продолжаем дальше. Хорошо, давайте вне спустимся. Ох, шахматки что ли? Хрустальная кожа, здесь вот устойчивая всему стихийному урону. А можем не такую на постоянку. И это действительно шахматы. Ммм, мы вообще за кого играем-то? И что-то нам нужно достичь? Хороший такой вопрос, я вам скажу. Шикарный вопрос. И вот здесь мы можем сделать ход конем. Причем буквально ход конем. А для начала статуя Балдурано. Здравствуй. Продемонстрируй свое стратегическое его умение. Черный король должен будет пасть за два хода. Кто ты? Предводитель армии или жалкая пешка, обреченная попасть по приказу командира? Я боюсь, что копейщики-то я не кудышний. Командир, впрочем. Так я о чем, да? А ну, конечно, можно. Шахматки поиграть за два хода, мат поставить. А можно... Вжарить его молнией. Самый эмоциональный, который еще у нас есть. Черный король пал. Сокрушай всех, кто ослабил тебя. Будь то пешка, рыцарь или сам король, проходим. Видали, что? Потому что Эксплоужин всегда делает свое дело. Мегумин была права. Итого плюс один. Остался еще один, мы это сделаем. Главное, сохраняться почаще. А на третье у нас... Чертог отваги. Сердце поворотника пылает ярко. Даже ковидопроливные дожди, его еще ветра стремятся погасить его пламя. Восьми факел. Выдерживайся стихи. Докажи свою храбрость. Ну, взяли, допустим. О, элементария. Ох, раскидают нас. Много элементария. Чуть забайдаю вместо недосягаемости. А я так понимаю, 4 заряда будет, а? Ну, ладно. Ты люди простые. Начнем с красивого, закончим хорошим. Довольно слабенько накрывается. Начнем с этого. Карлашенька, твой выход. Очень слабенько накрывается. Прям нифига не хайграунд. Только не упадем. А шедо хардстайм ждем. Гуляем. У тебя броня мешает заклинания, твари, снимай, а так звездам. Страшный, стремный, голый мужик. Не может творить заклинания, нету медленно надетой брони. Да, че-то ты попутал, чувак. Да ладно. Ты жди. А еще до хард. Молнии нет, но вы держите. Большая бабаха. Пожалуй, переждем. Нажми просто фаерболом. Ох ты, зараза. У них тоже электрическая есть. Зато мы даже элементарий можем оворожить. Вот это у нас жопка. И после демонов, ада и шарятов танку выясним. Так, а нам нужно победить, пока оно не зарядится все или что? Потому что как-то это груз становится. А Карлашенька? Прям даже не знаю. Затыкай, что ли? Что-то меня эта зарядочка смущает немножко. Еще одна молниеносная. А, элементарий стало больше. Тогда не... Если элементарий стало больше, мы заряжаем батаречку и жмыхаем... Э. Полинский он способ, а на зарядку нет. Мы с факелом чертовым. Мы не можем еще раз молнию юзнуть. Печаленько. Местами даже грустенько. Не может творить заклинания. Нет умения для надетой брони. Че ж на тебя надет-то? Сапоги химский шаг. Мою налевую сапоги глушили. Ты че, ногами заклинания творил или что? Подусторонний разряд. Три луча чертовой энергии. Так, один, второй, третий. И все-таки мимо. И мне нужно просто пережить испытания и живым остаться. Тогда это попроще будет. Оживаться ларлы. Пожалуй, врубаем призрежью стражей ангельский урон. Школа воплощения лучистой вова. А может, тащим-то и не выживем. Мощновато, засранца. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. И сейчас вообще добьют. И новые появляются. Не-не-не-не-не-не-не. Надо было черного короля бить молнией попроще. Глядишь, у него получше. Не мота. Не может считать заклинания. Это сферой наложено или где? Не мота состояния. А вот мы и закончились немножко. Совсем чуть-чуть. Это есть удавка. На кого мы ее можем применить? Захлезнуть его веревкой, голубой гуманоидом, чтобы сначала дышать его удавкой. А вы же элементарий не гуманоид, нифига. Ладно, зайдем с другой стороны. Такс. Тоннель силы. Пробивной. Не ждали, товарищ позорный. Не ждали. А мы сделали. Опаньки, а мы стоим отдельно. Они стоят отдельно. Карлак бросающий ратриорус. И подбеги в жаре вот этого. Карлак, Карлак. Сосарен, ты веселей был. На тебя тоже не мота. Ох, какой ты бесполезный вылуд. Что это сейчас было? Так, слушайте, это же Shadow Heart. Ты не сможешь заклинания считать. А вот это было обидно. Так, если ты из зоны немножечко выйдешь вот сюда. О, заклинанецы вернулись. Восстановление 1. Большая, прибольшая, прибольшая бабаха. Пожалуйста, 2. А стена лезвия можно? Вот сюда, скажем. От первого до последнего. Не? Ну, хотя бы вот так. Два хода, но нас-то бьют. Это прям вообще не весело. Там даже зелени одного нет. Еще, гребаные элементарные. Докадать, что за речиство? Пусковая установка. Вечер перестал быть томным. А что я зелёный ангельского сна? Не то. Ночное зрение не то. Зелёный гребаного титан тебе нужно. Вот это было бы круто. Или пробить их мощным пробиунделем. Серьезно, Карлак, серьезно. А-а-а, выберемся или нет, выберемся или нет, выберемся или нет. Тоннель сезона нам недоступен. Псеническая перегрузка. У, черная дыра есть. Или отталкивание. Пожалуй, черная дыра круче. На своих как бы подействовать не должно. А у нас ниточка сработала. Заклинание добавила, но всё хорошо. Не мота спала. Убылушка, не знаю, чё тебе позаветовать. Бей просто. Да ты и того не дожданешь. Ой, минус чернявый. Если чё, за чё-то не по нему. Есть такой. И теперь точно можно большой бабаху. Они все там, мы все здесь. Огонь. Половину вынесли. Я опять минус чернявый до чернёва. Насколько ты будешь так под это? Есть дюжля. За счёт прошёл. За счёт прошёл. Заряжено полностью. По-надеемся, что это все испытания, которые у нас там будут. А нет, не всем. Чё-то одно... А, во, на чё одно. Смотрите-ка, прям как вы, дядя Джонси. И видимый мост. И здесь у нас какие-то призраки давно погибших героев, или что? Истинный бож всегда знает, где найти мудрый совет. Когда война подойдёт к дому, останется некто, чей совет приведёт в город погибели. Найди его и уничтожь. Угу. Так, чё за... чё за летающая книга? Летающая книга, стой, 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 падла. Ловкость, друг, и весь успех. Он поймали. Добродетели союзов с Тэта. Прочесть. Совершенно очевидно, что большие королевства приносят пользу всем живущим в них народам. С ростом королевства растут его поля, население и экономика. В конце концов, есть что такое несколько бугленных трупов, если дракон предлагает поделиться с твоим вкладом. Домитись же заключать союз, пусть даже несовершенный, если могущественное королевство увело свою армию на ваши границы. Конечно, неизбежно некоторое дрение, и права граждан могут пострадать, но такие мелкие проблемы будут сглажены течением времени. Такова цена мира. Да-да-да, у нас тоже сказали, конституция на паузе, но вы держитесь. Этс-этс. Лови подлинскую книгу. Этс-этс. Есть такое. Шедо-хард булочка, шедо-хард поймала. Прочесть. Мой коллега Амапс предлагает вести войну по справедливым правилам обращать врагов после победы. Кидает ли нам вправду пощадить врагов, когда они падут перед нашей мощью? Забыть ненависть, когда они сдадутся? Конечно, нет. Ибо что мы тогда будем делать, когда враг соберет новую армию и вновь пойдет к нашим границам? Снова примемся воевать и будем считать жизни загубленной ведь нашу великодушию? И ждем, вражеское королевство должно быть разрушено до основания. Ну, идея такая-ся. Пятилетняя война за пески дипломата. Если говорить правду, то эта война ничем не отнимена, как трагедия была. Началась она с легкой перепалки между Немеру Горячим Озборском и Семист. Разных. По поводу, подумайте, право собственности на овечью ферму. И года не прошло, как между вратами Балдора и Виктианом развозился полный конфликт. Бессмысленная война. Председатель которой оба города остались ни с чем, кроме судьи трупов своих юных сыновей. Мы точно про врата Балдора разговариваем, так-то на минуточку. А то есть такая странная идея. Стой, стой, стой подлинно, стой подлинно. Ведь я тебя поймаю. Ладно, шедо Хартлая еще раз, ты. Можете, ловкость повыше. Карлах. Да, не-не-не, уйди, 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 уйди. Да стой же, зараза. Чернявость, а хоть польза будет там, нет? Есть такое. И что же вам пишут там? Мемуария Мапса. Моя жизнь была долгой чередой удовольствий. Я видел, как город рос, где я рос, принимает мои идеи прекращать дискриминацию местных орков. Я видел, как моя борьба против ужасных условий жизни на городских фабриках набирает обороты. Видел, как новое поколение принимает идеи лучшего, доброго, справедливого и разумного и несет их на край континента. Конечно, были в моей жизни сложности и неудачи, о которых я буду сожалеть. Поминается моя старая подруга Суэльта, которая с возрастом прониклась столь жестокими идеями. Я всегда буду утешать себя мыслью, что такой блестящий ум мог породить такие теории лишь под временем изгнания. Балдуран основывает город. Читаем. В основе этого произведения лежит история Балдурана, что основал город. Текст красочный, но несколько самодовольный. И роман был бы ничем не примечательен, если бы ни один фрагмент примерно посередине. В лице Ансура Балдуран обрел защитника и друга. Яркой была чешуя Ансура и еще ярче его дыхание. Однако после вмешательства слишком душераздирающего, чтобы рассказывать о снях подробностях, Ансур встывался под камнем, и название местности, где он твер спит, навсегда изменило, чтобы соответствовать славе дракона. Кому-то что-то понятно, мне и нет вообще. Ну, мы почти пришли. Больше летающих книг нету. А мы должны поразить... Никодиа, да? Суэльта, Амапс и Стэд. Я прям это... Метение сомнений. Насчет испытания прозорливости, чё как? Да. Суэльта этика воина привела бы к безвечному конфликту. Ни один город такого бы не пережил. Вот Суэльта и разбирайся. О, поняли. Если чё, это был чернявый. А Амапс... Суэльта. Да, смотри-ка. Это было правильно. Чернявый, ты не ошибся. Это действительно был Суэльта. Как ты это понял из этих записей, мне вообще непонятно. У них там у всех отшибленные были головы. И чё нам теперь дракону дадут? Лично нам покататься. Воу. Все четыре статуи засветились. Драконий предел открыт. А ну давай, удиви меня. Воу. Да чёрт толп, так как жаль, что нам это в левел не засчитывается. Светилище дракона. Ещё одна статуя Балдурана. Смелость героя берёт города. Страх оковы ему не страшны. Стойкость души не сломить никогда. Чуткой должна быть герой душа. Древняя будрость здесь хороша. Мира не распря. Герой стремления. Он справедлив, несмотря ни на что. Он не виновных овечек спасения. Но злодеянию не будет прощения. Он не оступит от правды своей. Предусмотрительен каждому движению. Результат тростьями врагам упреждения. Ими герой тебя по плечу. Иди же, с судьбой един. Дракон возрождён. И ты неповедим. Сдается мне, что дракон-то была большая такая метафора. Потому что Ансур мёртвый, как я не знаю что. Только Косте воспоминания остались. Ан, нет. Могучий друг змея прониктую разум в его вспоминаниях. Он с тобой, он внутри тебя. Сейчас он и есть ты. Слова, что срываются от твоих губ, принадлежат не тебе, но дракону. Я Ансур. Хлоть моя была уменьшена. Но дух мой жив. Попытаться отсказать в своём разуме то, что захватило его. Ансур врывается в твой разум, подобный тбур на реке. Ты не можешь управлять своим телом, но мысли перекают между вами свободно. Дух на ухо-минем молкает, и ты ощущаешь волнение в астральной призме. Ансур чувствует присутствие императора внутри неё. Отвечай мне, Фесси. Зачем ты здесь? Я не желаю тебе зла, просто дай мне уйти. А где вариант, мы пришли спасать город? Внутри тебя эхо бросается глубокий вздох. Краткий миг тишины и снова нарушает слова змея. Враг. Мои слова не для тебя, а для него. Они для него. Дух императора волнуется в астральной призме, а затем и в теле, слегка удивлённый, но спокойный и бесстрастный. Что за чёртов нафиг происходит? Твоё присутствие подревожило меня, как и всегда. Я пробудился. Ансур, сколько воды утекло? Балдуран, да вфига себе, не может такого быть. Вот этого в рот. А можно мне пояснить для тупых вроде меня? Когда-то мы были знакомы. Давным-давно. Мы пересекли Калим и Ялтен Гри. Мы построили городу-море. Ансур был моим другом. Даже больше, чем другом. Пока ты не убил меня. Ты пришёл в прекрасном лягкостях, Балдуран. Ты не получил достаточно удовлетворения от моей гибели? Удовлетворению? Причём здесь это? Ты не оставил мне выбора. Выбор был. Ты превращался в Алетида. Я предлагал тебе достойную смерть. Ты же предложил сражаться. И теперь ты пришёл ко мне со своим слугой. До чего же мусил савидники Балдуран? А, я сейчас вообще ничего не понимаю. Это всё время был Балдуран, Император? Как его раскорячило-то? Ммм, тогда ответь на вопрос. Мозгая, ты в долгу перед нами обойна. И тишина. Сознание Ансура слону парит над твоим. Оно все видит и что-то ищет. Ансур, друг мой, довольна. Я дал тебе всё, Балдуран. Ты же убил меня. Пришло время вернуть Далшук. Я дал тебе всё, Балдуран. Тучи собираются и кости мои воспрянут вновь. Надвигаясь за вас, линяя буря Балдурана. Я сердце врат. Я лучше рык сотрясает землю. На этот раз ты её не укроешься. Да, если вы думаете, что мы не подготовились к этому, то нет, я сходил, немножко отличился, потому что битва это очень сложно. Не факт, что мы и так как-то сможем дюжить. Оно здоровезно-приздоровезно. А ещё призывают грёбанных и служников воды. Что тоже ещё нифига не весело. Поэтому начнём с кого? Начнём с себя. С большой бабахи под названием дезинтеграция. Пожалуйста, попади. А на него дезинтеграция не действует. Потому что чё? Потому что нам так везёт. А, королёшенька, я даже не знаю, что ты можешь с ним сделать. То есть ты можешь метнуть в него топор. И топор на него таки действует. В смысле это... Ну вы поняли. Трезубец. Ну, три зубец задевает нас. Что вообще нифига не весело. Но снимает по два садки с него. Что весело. Если бы ещё дарился в деле за промежуточки взять-то на повышение сил до 28-ми, то было бы вообще идеально. Но где же мы, где же лёгкие пути? Мы их не ищем. Ой, увы, локасово, в адское возмездие есть. А где что, прятал-то всё это, рим, булочка моя? Огненный столб на дракона? Ну, дракон как бы мёртвый, поэтому должно считаться. Не, дракон на огненный столб не считается. Стойкость, бестия, выберите тип урона. Ну, даже не знаю, какой тип урона. Пока никакой. Сейчас дракон жмыхнет, мы узнаем, какой тип урона. Ах, да, молниеносный, конечно же. На молниеносили и бросили. Может его Шедоу Харты... А, Шедоу Харт уже ничего не может. Или может? Так, для начала, Шедоу Харт. Вопрос на миллион. Светлотан Дорода или Светлотан Дорода? Потому-ка это вот-вот-вот, если не теперь, то когда? Чё написано? Испытание проведено, солнечный луч. Ну, вы поняли, да? То есть, или Карлак его запинает при нашей поддержке, или мы сдохнем, все еще вместе? Обворожила, обворожила. Уилла уже выбили просто в несознанку. Это мы даже ничего еще не начинали. Ммм, снимает еще меч, чем снимала. Чудесно. Кудяткин железового забрасываем. Карлашенька, даже не знаю, попробуй отбить вот эти ход. А, значит, Сань, не сработало, это байдалабудан. Хорошо, а если один тяж мыхнул, льдом просто. Да что я не жмыхал. Просто надо посмеяться, а раз его устойчивость, а какая? Устойчивость к электричеству невосприимчив, к яду невосприимчив, к некротике устойчив, а про огонь ничего не сказано. Слушайте, может, его огнем надо было бить? Шедохарцушка, пожалуйста. Возради кого муж? Кого не можешь не возради? И в плане огня у тебя есть большая бабаха. Опять же огненная. А-а-а, очень такое, знаете, слабенькое. О-о-о-о, еще и молниями заряжает гадин таки, а? Вот что мы тебе плохого сделали, дракон? И летит, я понимаю, и летит вообще мудила, это Балдуран. Убил тебя за все нехорошее. Мы-то при чем? Нас там не было бы, там не участвовали. Большая бабаха, лучше можете их полуты не восприючивать. Чего с там огненного есть? Вот огненная стена есть. Если сделать по красоте, то можно задеть и угадать еще. А-а-а, знаете, работал плоховато. Воу, так его расколбасило. Даже Карлах задело. Вильям, держитесь там. Счастья, здоровья, урон коллективе себе сделайте. Сопротивляемость. Дзиэлектрическую. Да, вот где мы закончимся. На большой, огромной молнии. Так, проблема всех проблем. Что у нас есть, сохранение жизни. Призвозить исходящую энергию, установить здоровье ваших союзников. Пожалуй, что-то. О-о-о. Вот это уже туда где-то. Карлашенька. Продолжаем по той же схеме. Шесть? Серьезно, интересно, набраться с нами на шесть? Подруженька моя, по-моему, ты что-то попутала. Я понимаю, что дракон сверху, но все же. Да, ну серьезно, распластанность. Ммм, боль, печаль. А, к молнии ты устойчива, засранец. Что страны к дезинтеграции тоже. Хочет дезинтеграции, это нифига не молния. А мне, смотри, дезинтеграция, он нифига не устойчив. Буйлушка, что с тобой не так? Что-то такое убоги. Хоть сюда. Твою налевать, что третья фаза началась? Он сейчас пойдет прячься. Так что двух раз первых всех отличил, а потом прячься. А то этого прячься, знаю. Вот, теперь летай оттуда. Ох ты, мать какая у него. А, это у нас зону действия. Есть такую. Мы, пожалуй, тоже полетели отсюда. Просырать очередную атаку. Да, черт с ним. Или нет, Карлах, 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 Карлах. Карлах может сбить ту очередную атаку. Во, минус эта тварь. Отбегаем их. Только не споткнись, здорово-то. Ну, как знал же, господи. Был тоже отбегаем. Сховайся вот здесь за колонны. Карлах. Даже не знаю, добротишь, не добротишь. Но черт уже, дракон. На него вообще ничего не действует. Ох ты, тетический траверс. Ты хоть не отличился-то мне? У, слава Эйкон. Я уж бояться начал. Думаю, еще отличиться, и все, финал нам. Имбершечка. Помощь, школопрограждение, солить всех союзников, велич максимум здоровья на 5-й действия. Да, пожалуйста, да. Юзайн, тюшу юзайца. Так, Карлах стать, можешь стать, можешь. Да бросить, соответственно, тоже. А что это за кружочки такие интересные? О, так у него еще и прилет с неба начинаются. В смысле, не отойдешь и будет больно. А мы шедухарт не отвели. Обидно, печально. Так, а прыгнуть можешь, не? Вот если прыгнуть прямым под жопу, а потом врезать. А что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас есть? Есть огненный шар. 16. Неплохо на блог начало огнем глушить. Было бы более правильно. Вою на лево, да ну ты жопой ко мне стоял, не мог ты это действие провести. Был возрождение одного союзника, не то. Круг смерти, а тут интересно. Слабенькая идея, но вдруг. 2% только не задевая нас. Так, где ж ты столько лепестричного набрался? Ты же мертвый вообще. И приземлился вообще не там, где я обещал. Возрождение, живет спутник возвращается с одним очком жизни, и не пока рано. Пока рано, скажем, не добежим. До Карла, добежим. А, вот как это действует. И заряд по-новой. А, Карлах не туда, вот сюда. Слушайте, мы не проверили самое простое. Если ты вот тут поранзишь. И то снимает больше здоровья, чем все остальное. Коли еще, да? Да. Чуть-чуть промахнулась. Как бы нам из этого места выйти, вылететь нежно и аккуратно. Желательно, не подпадая под самого дракона. Спасибо. Чувак, пробирающий до костей холодник. Ротический урон там... О! Подусторонний заряд. Прискучая энергия, которая не молния. Тройной критический промок. Гениально. Вау! Дракон, не по красоте сделала еще? Шедухард, если ты отлетишь, то он тебя коснет, да? А ты у нас самый здоровый, поэтому лети. Твою ж, налево, тут-то сработало. Карлашенька прям даже не знаю. Дальняя боеподготовка нам нет. Давай бешеный удар сразу. Да, ну в смысле? Женщина, ну как так можно-то промазывать? Он же почти добит. Уф-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нам бы сейчас походить, вот это было бы железно. Дай мне бомбарду максимум. Так, и ну как, где-ка? Вот так, а? Да ну нафиг, мы его свалили. Бинус драконище. Так, Дракон, ты же мёртвый, да? На этом совсем мёртвый? Ансур Я уже нечаял увидел снова То есть ты и сам в деле Балдуран? Я был им Мне куда что-то больше Однако мне кажется, что тебя больше интересует моё прошлое Ну ты как бы основал врата Балдура, но вообще всех интересует твоё прошлое Какая сентиментальность Ну ладно Как я и говорил тебе, я был таким же, как ты Искал приключений, жаждал величия и славы В понимании смертных я достичь своей цели Будучи капитаном, глаза скитальца Я сумел скопить достаточно зол, чтобы заложить врата Балдура Какое-то время я жил в своём городе Наблюдал, как он растёт Но это было мало Меня снова потянуло на приключения Море звало меня и откликнулся Это ж сколько же у него денег-то было, что он такой город заложил Но жизнь моя копала на опасности Последнее путешествие было казахстанской астропой Корабль разбился, команда погибла Но это не сломило мой дух Я мечтал о триумфальном возвращении Я слыхал о сокровище лунных башнях Любой ценой хотел достичь его Но нашёл колонию летидов Обзавёлся личинкой, как двое И стал таким же Ансур тогда нашёл меня Освободил от владычества старшего мозга и помог мне вернуться домой А ты его за это убил, да? Он пытался вылечить меня Искал целителей Но это было тяжёлым испытанием его духа Но он не понимал главного И я не желал исцеления Я не был болен И ты убил его? Своего друга? Но он всё равно не терял надежды Я пытался донести до него новую реальность Но он видел во мне лишь мозгоеда Он пришёл, когда я спал Задумал убийство из милосердия Я видел слёзы на его глазах И чувствовал, как велико было его коре У меня не было выбора, как он и кубить его Да, да, рассказывай кому-то другому Ты мог поступить достойно И позволить ему убить себя Куда проще сказать, чем сделать Не думай, будто я у тебя не даю что-то, что он всё потерял Я могу не сожалеть о задеянном Но сожалею о том, что это было необходимо Я не могу изменить прошлое Но могу влиять на настоящее Мы должны двигаться дальше Остался один камень Мы должны отыскать его, пока мозг не успел освободиться А если б ты, чувак, нам сразу сказал, что типа вот, знаете-то Такая проблема, беда, печаль Мы его убивали сами Кстати, убийца великанов Балдурано Щекарная мечина И... дорогой ансур Да, сказал бы правду, мы бы сюда даже не шли бы Давно порешали бы город шоу Дорогой ансур, я тысяч раз говорил, тебе ещё раз скажу, что неизлечимо, ничего страшного нет Я в порядке, всё окей Ясно, понятно Я теперь начинаю понимать, что означало фраза Мы ближе, чем друзья Это нифига не хорошее решение А шлем Балдурано Шлем Балдурано? Я раз змеи, его рёзы дросают тебя до основания Дух ансура ещё жив, он внутри шлема, наполняет тебя силой, пока шлем на тебе И здесь, как всегда, в любом Дорогурском подземелье был выход На улицу, довольно быстро Да, действительно Тюрьма на Змейной скале Прям было, чё, кажется, что здесь что-то есть такое Если мы эту стену взломали, зашли быстрее и проще Ну, что сделали, то сделали, поэтому делаем маленькую паузу Не забываем про наши телеграм, дискорды, вконтакт Ссылочки под видео в описании Всем удачи, до встречи А на гордше пойдём уже в следующем эпизоде Субтитры подогнал «Симон»